Если мы перейдем на электронную валюту и кошельки, разве там не могут тоже потом устроить дефолт? Как подстраховаться? То есть дефолт криптовалюты, очень интересно. Если мы собираемся переходить туда, то как может быть дефолт? Дефолт может быть падение. Падение какой-то определенной криптовалюты, скажем биткоин, который сегодня составляет 48 тысяч. То есть все было спрогнозировано, те люди, которые в чатах они видят, у нас в Телеграме, они знают о том, что это все работает именно так, как показывают нам уровни. Но речь идет не о том, что нам надо инвестировать в биткоин или в какую-то валюту. Это называется уже совсем по-другому. Это называется investment. А мы сейчас говорим о том, как бы сохранить это. Когда мы переводим это в цифровой доллар, к примеру, да? Потому что цифровой, ну пока, в самом случае, доллар является международной валютой, чтобы кто не говорил и так далее. Поэтому цифровые, она будет, как вариант, еще раз, перевода. Сейчас почему-то все, на всех территориях. Рекомендации, идти. Я даже, я не знаю, я еще давно живу, поэтому я не помню, там кто-то в России, женщина какая-то, не знаю, начальник этой системы, она говорила как раз-таки о цифровых деньгах. И она сказала, что это вопрос практически, по-моему, как я считал, это вопрос чуть ли не решенный. И сегодня рекомендация идти на курсы по изучению. Ну, курсы делаются для того, чтобы, конечно, научить чему-то, с одной стороны. Но с другой стороны курсы делаются для того, чтобы, не знаю, и деньги взять, наверное, не знаю. Но учиться этому надо было бы. Не знаю, будут ли у нас курсы, подумаем. Но сервис есть. У меня есть люди, которые уже пару человек вместе, как я это сделал, заказали. Ну, и портфолио. Вы понимаете, есть монеты, удивительно, есть монеты, которые дают 50%. Я не знаю, как они дают 50%, но они дают 50% прибыли, если даже вообще ничего не делают. Ты хранишь деньги в этой монете. Вот здесь есть опасность от того, что может это произойти, она может урокнуть. И тогда, ну, просто не выйти из бизнеса. Но, к примеру, вот, что если я представляю, допустим, монеты? Вот, к примеру, мы возьмем XRP. Те люди, которые знают, они знают. Да? Значит, XRP монета. Вот. Эта монета по мгновенному переводу денег из одной системы в другую систему. То есть это платформа, на которой осуществляется перевод денег. У нас дедовские методики, дедовские методики, которые называются, как называется, вестер-генеон и манигрэм. Вот. Есть более современная PayPal, которую в России закрыли, как всегда. Как всегда они хотят, чтобы что-то... Ну, что-то не хотят, не важно. Сейчас мы не будем обсуждать, правомерно или нет, но, как всегда, запреты у нас есть. Так вот здесь никаких запретов нет. Мгновенно переводятся деньги из кошелека в кошелек. Ты хочешь получить, допустим, к примеру, ты хочешь положить куда-то деньги. Ты хочешь кому-то доверить деньги. Ну, к примеру, из России в Соединенные Штаты. Майкл, например, да? Хочешь доверить деньги, чтобы, ну, где-то как-то инвестировать. Как их перевести? Перевести их можно послать через банковскую систему. Wire transfer это называется, да? Но это сложно. Они там деньги берут и так далее. Можно послать 20 миллионов за хорс, да? А можно, знаете, как сделать? Элементарно просто. Создать себе кошелек и перевести деньги из кошелька в кошелек. Мгновенно. За это берутся деньги. Но берутся деньги в размере, ну, может быть, одного процента, а не десяти процентов за перевод. Вот. И вы храните там деньги свои, ну, уже в стабильной, в электронной валюте. И в любой момент вы можете возврат ее получить и купить себе то, что вы хотите себе купить. В любой момент. Перевод оттуда туда начинается мгновенно. Из банковской системы. Вот у вас есть Сбербанк, есть деньги. Карточка у вас есть, да? С карточки на карточку. Правда, банк будет брать, карточка же у вас в банке, это не ваша карточка. Поэтому банк за транзакцию будет брать деньги. А вот если у вас есть счет где-то, ну, тогда там другие проценты. Ну, еще раз, кошелька в кошелек. Это пока непонятно, я понимаю. Но, в принципе, для этого надо разбираться и делать специализированные программы. Так вот, есть такая монетка, называется Stellar. Stellar, да? XLM, по-моему, да? Вот, она, это монетка. Значит, так вот эта монетка, она, сейчас это читаю, Stellar. Для чего она есть? Майкл, по ходу вопрос задам. Когда появится с криптовалюта с ангейцентр? Монета, когда появится? Кстати, хороший вопрос, надо подумать. Stellar makes it possible to create and trade digital representation of all forms of money, dollars, persons, bitcoin, pretty much, anything it's designed, so the world's financial system can work together in a single network. То есть, переведу, существует одна социальная сеть, мне много социальных сетей, и в этот network, эта социальная сеть, то есть платформа, будем говорить, где можно менять туда-сюда мгновенно доллары, песо, написано биткоины, и, в общем, практически все можно поменять. Все формы money, все формы of money, то есть все формы, как fiat money, или вот то, что мы привыкли к этим самым деньгам, ну и в том числе криптовалютам. То есть на сегодняшний день это самое перспективное, и здесь есть момент очень серьезный, на который, наверное, многие не обращают внимания. Почему именно здесь? То есть на рынке, смотрите, кто на рынке торгует? На рынке не роботы торгуют, верно? То есть мы приходим, там живые люди стоят, которые предлагают тебе творожок, да? Да, я помню, в Америке классный творог покупал сметану, вот, настоящий. А у нас в Америке не хочешь. Короче, надо в другую страну уехать, чтобы настоящий творог, сметану и так далее. А у нас все дезинфицировано, стерилизовано, короче говоря. Все стерилизуют, именно словами, у нас. Так вот, там люди торгуют, верно? А что происходит у нас на первых? А на первых людей-то уже нет. Там, значит, есть компании, и там есть компьютеры. Чем круче компьютер, тем, соответственно, быстрее происходит транзакция, покупки и продажи. Значит, есть определенные конгломераты. Просто невероятной мощности и денег компаний, которые поглощают все. Но не они трейдуют, не люди. И вот сегодня там стало очень и очень тяжело действовать. Поэтому все exchanges рано или поздно будут закрываться. Толку с этого никакого нет. Все прет вверх, не обеспечено никакими неэкономическими показателями, ничем. Удивительным образом, как всегда, никто не хочет нам раскрывать закон. Понимаете? Почему закрыты веды до сих пор? Прерогатива только отдельных личностей, которые об этом знают. 20 лет назад вообще никто не слышал об этом. За это сажали, вообще-то говоря, в Советском Союзе. Если ты, к примеру, я читал, если ты Кришна и, то все они собирались, переодевались. Это была такая конспирация. Слушайте, спасатель. Что? Запрещенная литература. Вы представляете? Очень и очень запрещенная. Знаете, что там написано? Знание. Вета переводится как знание. Почему? А кому нужны знания? С этой целью я открыл канал, который называется «Underground» в Телеграме канал «Underground» с упором на знания. Почему Гитлер лез туда и искал эти знания? Почему Сталин лез туда и искал эти знания? Сколько туда людей было экспедиции, а несколько программных целей, кстати, сделал? Почему? Потому что с помощью знаний ты можешь быть и кингом, королем. Кто-то хотел мирового господства, кто-то хотел, не знаю, еще чего-то. С помощью знаний ты можешь выйти из-под системы, из-под контроля каких-то сил. Или быть минимум в струне, а не получает. И сейчас машины идут, и можно с ними получать. Что происходит на криптомонет? То есть, еще раз, условно говоря, на базарах люди продают. Люди продают, не роботы. Может, когда-нибудь роботы будут продать. Сегодня пока люди продают. Так вот, на этих exchanges, на этих рынках, где трейдуются стаки, где трейдуются или акции компании, где трейдуются индексы фьючерси, они будут закрываться. Потому что, ну, как, одна компания с другой. Что такое крипто? Крипто – это люди. Видите? Это уже не централизованная система. Это люди, которые хотят технологии. Сейчас будет развитие просто невероятное. Сейчас появляются на свет гениальные люди. Гениальные дети появляются на свет. Просто гениальные. С качествами невероятными. Это мы их забиваем на боже. Своим пониманием о том, как им надо делать. Мы их забиваем. Дайте им свободу, они будут нас учить только так. Вот. Это вопрос другой. Так вот, в крипторынке сегодня люди участвуют. А что такое люди участвуют? Еще раз. Жизнь на Земле развивается циклично, по спирали. Это жизнь на Земле. Жизнь. Еще раз. Не роботы, а жизнь. Это означает, что каждый человек, который родился на Земле. Это сложно понять, наверное, я представляю. Каждый человек, который родился на Земле, находится под влиянием планет. Планета находится у нас где? Наверху. Значит, там существуют совсем другие законы. Вот. Мы этого не знаем. Мы даже земные законы не соблюдаем. Что же говорится о тех законах, которые наверху? Так вот, если мы наконец начнем соблюдать как минимум земные законы, потом начнем соблюдать высшие законы, тогда нам будет легче жить. Какое имеет это отношение к бирже? Дело в том, что, зная высшие законы и зная, как я изучаю, сакральную геометрию. Сакральную. Что такое сакральная? Это высшая. Это не высшая геометрия, это не высшая математика. А сакральная – это небесная. Так вот, если все исходит из живого, тогда, соблюдая законы высшие, мы можем получать бенефиты от людей, которые идут сюда заниматься гембл. Элементарно просто. Для меня. Вот я как это вижу с точки зрения психологии, с точки зрения практичной трейдинга. Ну все. Значит, будьте людьми, будьте человеками. И тогда у вас будет все получаться. И здесь в том числе. Это просто альтернативная профессия. Если человек себе задаст такую цель, при соответствующем преподавателе, он будет получать бенефиты. У нас такие преподаватели в центре есть. Ну, если говорить про трейдинг, так это я такой. Ну вот, примерно так. Продолжение следует...